Здравствуйте, уважаемые зрители Школы Видеоблогера. Меня зовут Алексей Зимирев. В этом видео я расскажу, сколько нужно делать плейлистов на канале. На самом деле, главный совет один и очень простой. Делайте плейлистов как можно больше. Разные тематики, разные интересные сюжеты, разные герои. Для отдельного плейлиста можно придумать многое. Правда, существует несколько правил, которые вы должны усвоить. Правило первое. Не забывайте о плейлистах. Предположим, у вас есть 30 плейлистов на канале. Из них вы обновляете только 5. А что с остальными? Хорошо, предположим, что несколько из них тематически закончились. Например, закончилась рубрика на канале. Но что с остальными? Неужели нет на канале таких видео, которые бы подходили под этот плейлист? В итоге мы приходим к важному выводу. Плейлисты обязаны обновляться. Правило второе. Не дублируйте плейлисты. Иногда блогеры просто забывают, что у них на канале уже есть плейлист, который называется, ну, например, лайфхаки. И создают новый плейлист с названием «Лучшие лайфхаки». В итоге получается, что количество плейлистов увеличивается, но неправильным образом. Вы просмотрели ролик о том, сколько нужно делать плейлистов на канале. Подписывайтесь на наш канал «Школа видеоблогера». Ставьте лайки, жмите на колокольчик и задавайте вопросы в комментариях по поводу этой темы. Спасибо за внимание. Пока. Продолжение следует...